Всем привет! Меня зовут Алена и вы на канале Караколь Птич. Сегодняшнее такое небольшое видео, это видео нарезка. Помните, когда я вам показывала видео про красненькую птичку Сандры де Торо, я сказала, что у нас еще летают здесь такие голубенькие, желтенькие, но много разных птиц на самом деле, по нам очень богато пернатыми. Я раньше об этом уже вам рассказывала. И мне удалось заснять такой коротенький видеорепортажик, снять эту голубенькую птичку, ну и потом я вам дальше сделаю фотографии, вставлю фотографии, слайд-шоу небольшое, чтобы вы могли посмотреть поближе, какая же это все-таки птичка красивая. На самом деле она голубая-голубая. У меня на камере такое коричневое пятно в объективе по центру, и оно раньше было маленьким пятнышком, а сейчас оно уже, я не знаю, может быть даже вот сейчас вы на меня смотрите, у меня на лице такое коричневое пятно, а здесь все светлое по краям. Но, к сожалению, другого варианта у меня нету, поэтому приходится снимать не совсем качественное видео, пока я не отремонтирую. Вообще, что-то в последнее время техника у меня летит совершенно, не знаю, с чем это связано. И вторая такая видеонарезка, и тоже небольшой слайд-шоу, у нас растет здесь дерево, и не знаю, листики похожи на акацию. Но дерево, ладно, дерево как дерево, ничего особенного. Но у этого дерева очень красивые плоды, как орешки, не орешки, такие красненькие, спиральные, и с черненькими ягодками внутри. В общем, я тоже сделала несколько фотографий, коротенькую такую видеонарезочку. Хочу просто вам показать. Вот из этих плодов делают украшения местные индейцы, продают их. Знаешь, такое очень интересно. Я это видео сняла раньше, думала, что у меня будет возможность, ну, вернее, не то, что будет возможность, а здесь этих деревьев достаточно много. И я вам сняла то, что у меня за забором, как говорится, растет, но это достаточно далеко. Я приблизила камеру, и не видно так хорошо, как бы хотелось. Вот. А в других местах можно подойти поближе и снять. А, к сожалению, там, где я ходила и ездила, почему-то не оказалось этого дерева с плодами. Сейчас просто как раз самое время для вот этих красненьких спиралек. очень красивенько. Ну, ладно. Смотрите, что у меня получилось. Как всегда, кому понравится, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Всем пока-пока. Чао. Помните, я вам говорила про азолеха? Сейчас у нас весна, и вот эти вот растения цветут. Их здесь называют паразиту, потому что они растут на деревьях и питаются соками дерева. И вот это вот птичка азолеха. Вот эти паразиту дают цветочки беленькие. Видно, там есть нектар. И вот они прилетают. Сейчас одна птичка улетела. Но, в принципе, здесь они... Посмотрим. Может быть, еще прилетят, и я тогда еще с ними вам покажу. Очень красивые. Голубенькие-голубенькие. Азолехас – это значит голубые. Ну, здесь такие названия. Все очень просто на самом деле. Не выдумывают ничего. Красная – красная. Голубая – голубая птичка. Ну, может быть, какие-то латинские названия есть правильные, но... Вот такие вот они красивенькие-красивенькие. Красненькие, я говорила, снегири местные. А это, наверное, местные синички. Видите, какая у меня рука дрожит. Не знаю, как мне... Не могу приблизить уже. Девочки, я здесь на дереве, я не могу, не вижу за листвой, но вот эти Азолехас поют вот так вот. То, что вы слышите, пение птиц, это поют Азолехас. Мы, как всегда, замолчали. Ха-ха. Вон она сидит там в листве. Нашла, я ее приблизила. Вот они там поют. Сейчас, может быть, услышим. Ну, пой уже. Пой, птичка. Помните, как в мультике про павлина? Пай. П recherche. Паше. Смотрит на меня тоже и не хочет петь. Чистит перышки свои. Еще хочу вам показать вот такое растение, низнодерево. Оно дает вот такие красные, как спираль, плоды. И внутри есть черненькие круглые семена. И вот из этих вот круглых спиральных красных плодов, я не знаю, они достаточно твердые, как у ореха шкурка такие, да. С них делают эти расты, делают с них украшения. Всякие сережки, браслеты, подвески и продают на пляже. Вообще так интересно. Я попробую вам снять побольше фотографий, поставить, потому что это очень далеко. Я сейчас приблизила, но не знаю, как я смогу вам показать поближе. Буду стараться. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова